Всем привет! Сегодня смотрим с вами на ВНПРО и это у нас Восток. Да, есть восточные мотивы у данного ножа, потому что как-то так напоминает, что такое персидское, хотя я бы сказал не очень сильно, потому что все-таки, ну, кончик не слишком сильно вздернут вверх, поэтому я бы сказал, что что-то такое среднее, да, между Востоком и классикой по внешнему виду. И это крупный нож, это практически такая сабля в мире складных ножей, потому что, ну, прям крупный, я даже не знаю, как бы вам это на видео передать, но вот Эндуро совсем не маленький нож, смотрится какой-то зубочисткой по сравнению с этим ВНПРО. И безусловным плюсом данного ножа является то, что у нас здесь дизайнерский нож от хорошо всем известного дизайнера, я так думаю, да, Александра Бирюкова, который родился в Иркутске в 1967 году в семье военного, рано заинтересовался ножами и оружием. Ну и после МГТУ имени Баумана Александр Бирюков около 10 лет проработал инженером-конструктором в КБ оборонной направленности, а в дальнейшем активно сотрудничал с многими отечественными и зарубежными ножевыми брендами. Сделал десятки востребованных дизайнов, среди них САРО, Союз спецоснащения, Кизляр, Акела, Геба, Русский нож, Мастерская Андрея Бирюкова, Кузница Северной Ворота, Русский дартс, Новая практика, Викинг Нордвей, как в данном случае у нас, ВНПРО, Ясный Сокол, НЛ Найвс, Косуми, Фокс Найвс, Аламик Тактикл и, в общем-то, другие. То есть, как бы, нужно понимать, что, ну, это прям реально известнейший дизайнер в мире складных ножей. И, кстати говоря, Бирюковых есть несколько, да, есть не только Александр Бирюков, есть еще у него там одна фамилия, с Андреем, по-моему, Бирюков, да, ну, в общем, есть еще дизайнеры с фамилией Бирюков у нас в России тоже, в принципе, известны. Так вот, стоит отметить, что в данном случае наиболее широкую известность получили серии ножей, которые разрабатывал Бирюков для компании Нокс, где сейчас он является ведущим дизайнером. И у меня есть вот Ноксовский нож тоже от Бирюкова, от дизайнера Бирюкова. Безусловно, какие-то общие черты прослеживаются. В данном случае прям эти модели прослеживаются тем, что у них вот такие вот прям облегчения в рукояти, которые сделаны насквозь, насквозь сделаны облегчения, похоже. Ну, и опять-таки, плавники, флиперы, хотя дизайны разные, ну, и нужно отметить, что и у ВНПРО, и у Нокса дизайны очень разные. Хотя, кстати говоря, ножи вот относительно крупные, оба сопоставимые по размеру, из одних и тех же материалов сделаны, а нет, кстати, не одних и тех же, хотел сказать, одних и тех же, Д2. У нас просто у ВНПРО тоже был у меня нож из Д2. АУС-8 здесь применяется. АУС-8, ну ладно, в любом случае, разница в стоимости почти двукратная. Вот, поэтому тут тоже такой вопрос задуматься, да, от одного и того же дизайнера. Вот, и тот, и другой нож делается на китайских мощностях, ну, и тот, и другой нож нацелен на Россию прежде всего. То есть, компания Weekend Nordway, это тот ножевой бренд, который выпускается в Китае, но ориентирован на продажи своей продукции исключительно в России. То есть, дизайн в России разрабатывается и под Россией, так скажем. Поэтому, ну, ножи получаются, опять-таки, под нашу, как бы сказать, ценовую политику, под наш бюджет, они получаются выгодные по стоимости, привлекательные, по центру четко клин, замок на начало пяты. Единственное, что замок иногда немножечко как будто бы залипает, то есть, иногда бывает его потяжелее отжать, но на подшипниках ход клинка очень легкий, очень такой воздушный, значит, надо шарик преодолеть, и дальше прям вот так под собственным весом нож отлично, отлично раскрывается и инерционно, но он тяжеленький. Это 206 грамм, и вот тут не каждый сможет носить его на кармане, с одной стороны, с другой стороны, если вы крупных габаритов, ну, клипса вполне себе такая адекватная, в принципе, и по жесткости, и по глубине посадки вполне нормальная. Если вы крупный человек, то вам вот такие вот маленькие ножи покажутся зубочистками, и, в общем-то, хочу лайнер-лог закрыть, и могут вам совершенно не подойти. А, соответственно, вот такой вот Викинг Нордвей, это прям крупный нож. Но опять, нужно понимать, что у Викинг Нордвей есть разные модели, есть побольше, есть поменьше. В данном случае мы смотрим большой нож, симпатичный по дизайну, в общем, если вы ищете что-то такое крупное, складное, оптимальное по стоимости, сталь АУС-8, это, ну, вполне себе удачная сталь. Это, так скажем, сталь начального уровня для людей, увлекающихся ножами. То есть, все, что попроще, чем АУС-8, как бы лучше не рассматривать, да. АУС-8, понятно, это не что-то такое прям сверх вау, но это достаточная сталь. Из АУС-8 много лет делались почти все колд стилы известнейшие, да, там еще там я застал время, когда там 5-10 лет назад, ну, кроме как из АУС-8, колд стил тяжело было встретить из какой-либо другой стали. Бывали, но крайне редко. Почти вся линейка колд стилов была из АУС-8. Из АУС-8 знаменитая крыса, Ontario RAT-1 модель, тоже много лет выпускалась из АУС-8, потом появилась версия из Д-2. То есть, АУС-8 это та сталь, которую, ну, люди, и та же самая крыса у нас пользовалась бешеной популярностью, ее там ставили на первые места в рейтинге, пока она всем не надоела и пока не пришли, как раз-таки более, ну, там, во-первых, курс поменялся, да, первый раз сильный скачок был в 2014 году, когда она сильно подорожала по стоимости. И при этом, при всем, да, китайцы предложили очень много альтернатив, ничем не хуже, по качеству, по материалам и, соответственно, с большим разнообразием по дизайну. Вот, поэтому, конечно же, в данном случае, этому ножу конкурентов по цене, качеству, размеру, да, было очень много ножа за приемлемую цену. И по стоимости это даже доступнее, чем, там, многие фарберды и так далее, то есть, как бы, такие даже китайские заводские бренды, которые, как бы, недорогие. При этом, при всем, Viking Nordway, ну, ничем не уступает, ни по материалу, ни по качеству, вот, и по цене подоступнее будет. Вот, как-то так. Облегчение, я же говорю, они, с одной стороны, есть, с другой стороны, они тут не настолько велики, и лайнеры довольно мощные, в принципе, конструкция довольно мощная. И получилось, что он, у нас этот нож, ну, вот такой, увесистый, 206 грамм. В общем, это такой нелетний вариант, ну, либо, если вы крупный, вот, либо на более такие плотные какие-нибудь брюки, потому что совсем уж легкие, летние такие, синтетические, конечно же, ну, тяжеловато будет носить. В остальном же, очень даже такой внушительный нож. Когда я снимал нож в этот вот Данде, да, то, вот, хотелось бы сказать, что вот этому ножу больше подходит, вот такое что-то типа, разве это нож, вот это нож, да. Вот здесь уже прям такие габариты серьезные, и при этом, при всем, адекватная цена. Комплектация, кстати говоря, ничего. Твердость L8, я вам сказал, 56-58 яиц по шкале Rockwell, возможно, не сказал. Комплектация, смотрите, у нас идет, ну, помимо там, каких-то вот таких вот моментов, давайте покажу. Силькогель, это понятно. Тут просто, что хорошо для России. Они понимают, что должен быть, а что это такое, не знаю. В общем, должен быть сертификатик, и молодцы. Маленький такой сертификатик, который можно куда-нибудь положить необременительно с собой, и, в общем-то, показать, что ваш нож не является холодным оружием. Если вдруг кто-то этого не понимает. Логотипчик Viking Nordway, и, в общем-то, чехол, в который нож помещается, и почему-то здесь в чехле есть такой еще дополнительный кармашек, кармашек под что-нибудь, типа как подбитый держатель. Вот, но в любом случае, чехол есть, нож в него поместить можно, и носить его можно, получается, как на клипсе, так же и на поясе, вот в таком чехле. Ну, или в таком чехле его можно хранить, транспортировать. Что-то же неплохо, опять-таки, учитывая невысокую стоимость ножа, вы получаете, ну, обычную коробочку, но, по большому счету, еще и такой вот интересный нейлоновый чехольчик. По покрытию. Вы же видите, что здесь на клинке покрытие. Это у нас разработанное американской фирмой Benchman протекторное покрытие стали клинка. Основанное на напыление тонкого толщины 3 микрон слоя карбонитрида титана. Покрытие, ну, как правило, имеет темный цвет, вообще, в принципе, и в данном случае прям черный имеет цвет. Обладает хорошей стойкостью к износу и повреждению, повышает антикоррозионные свойства, хотя АУС-8 это не та сталь, которая коррадирует. Вот. По внешнему виду долл красивый. Мне нравится. Довольно стремительный нож. Учитывая с оглядкой на его сцену, если бы они попросили там в 2-3 раза дороже, и то он бы смотрелся вполне, ну, скажем так, адекватно. Конечно же, если бы попросили там в 10 раз дороже, это было бы как-то перебор, но за его цену, я даже не знаю, альтернатив реально очень-очень мало. 3,8 по обуху, опять-таки, адекватно. По сведению 0,5, вот, ну, вот здесь прям не беру, вот самое место, вот отсюда где-то, буквально полсантиметра начала. Вот тут у нас 0,5 сведение, вот здесь у нас 0,6 сведение, и вот здесь оно увеличивается, ближе к кончику идет 0,7, и вот прям, ну, прям самый-самый кончик, это 0,8, хотя вот буквально полсантиметра от кончика уже где-то в районе 0,7 сведение. Вот такое вот сведение, ну, по большей части 0,5, 0,6, то есть вот большая часть, вот здесь брюшко 0,5, вот тут 0,6, ну, и потом там уже 0,7, 0,8. Короче говоря, вот так вот по сведению и по обуху. Адекватно, вполне себе адекватно. В руке лежит хорошо, клипсу вообще не чувствую ложиться, вот за счет вот этого плавника, вот этих всех изгибов, очень даже хорошо. Но опять-таки чувствуется, что его дизайнер Бирюков, кстати говоря, от Бирюкова, наверное, это будет один из самых вообще доступных ножей, которые вы можете купить от данного дизайнера. В основном его ножи, возьмите какой-нибудь другой нож, да, от Бирюкова, и он будет дороже, причем значительно, там, в 2, в 3, а то и еще в несколько раз дороже. Стеклотекстолит G10, то есть стеклоткани эпоксидные смолы, вот это вот самое популярное, что сейчас, и самое адекватное по износостойкости, вот такой вот шершавости, в общем, материал накладок рукояти, который используется везде. Осевой узел – это подшипники, и нож позиционируется как everyday carry. Ну, за счет подшипников он реально хорошо очень раскрывается, хорошо закрывается, только вот шарик надо преодолеть, чуть-чуть шарик преодолеть, и тогда уже дальше все прекрасно раскрывается. Ну, в принципе, можно вот так. Вот. Нож понравился? За свои деньги Бирюковский нож вполне себе вариант. Если вы смотрите себе... Ну, единственное, что вес, 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 потому что я получил этот нож еще в конце августа, и вот в этот момент мне он был как-то обремителен по ношению на кармане ежедневному, как-то тяжеловат, вот, по ощущениям, но опять все так условно. Те люди, кто там носил пистолет, например, под килограмм весом, да, допустим, ну, вообще рассмеют, скажут, что такое носить, там, 200 грамм. Но, в принципе, мне для летнего ножа хочется, чтобы он весил, там, грамм до 100. Допустим, вот эти вот ножи, да, до 100 грамм, вот это тоже, до 100 грамм. Все, смотрите, вот эти все ножи до 100 грамм. Нет, или здесь 100, 104, что-то такое. Ну, короче говоря, около, ладно, около 100 грамм. Вот эти все до, этот, он, 104 грамм, что-то такое. Вот, то, что больше, уже под 200 грамм для меня тяжеловато, но опять, смотрите под себя, что вы хотите. Вы хотите более внушительный такой нож, более мощный, вот, ну, и под свои габариты тоже смотрите, потому, что от этого сильно зависит. Если вы здоровый, крупный человек, у которого, там, под 2 метра ростом, за 100 килограмм весом, конечно же, вам мелкие ножички будут, ну, вообще не то. Ну, как мне кажется. Ладно. Официальный дилер будет в ссылочках в описании к видеоролику. Спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока.